Хищная. Дикая. Скрытная. Редкая. Таинственная. Богиня ночи. Индия. Крупнейшее государство Южной Азии. С населением почти полтора миллиарда человек. Эта страна является родиной древневосточной инской цивилизации. Третья после египетской и месопотамской. На протяжении многих веков считалась центром важных торговых маршрутов с многочисленными богатствами и высокой культурой. Индия также является одним из наиболее биологически разнообразных регионов мира. Здесь благоприятный климат, обеспечивающий условия для жизни около 450 видов млекопитающих, более тысячи видов птиц и около 400 видов рептилий. На территории Индии находятся пустыни, высокие горы, бурные реки и затерянные древние храмы в диких джунглях. Где живут самые большие кошки в мире – бенгальские тигры. Здесь также обитают и леопарды, которые постоянно конфликтуют с тиграми, хотя и являются близкими родственниками из одного рода. Леопард, так же как и тигр, считается высшим хищником. Он отлично лазит по деревьям и наводит страх на многих обитателей тропического леса. Но кроме традиционного пятнистого леопарда, в густых и непроходимых джунглях живет еще один очень редкий хищник. Это черная пантера. Черная пантера Большая дикая кошка, имеющая окрас тела черных цветов и оттенков. Она не является отдельным видом рода. Чаще всего это леопард или ягуар. Черный цвет шерсти – это проявление меланизма, то есть генетический вариант окраски, связанный с мутацией гена. Пантера не всегда имеет ярко выраженный черный цвет. Если внимательно присмотреться, то шерсть покрыта пятнами различных темных оттенков, что создает видимое впечатление черного окраса. Такая мутация происходит чаще среди популяций леопардов, которые живут в зоне плотных джунглей Индии и Юго-Восточной Азии. При недостаточной освещенности черный окрас очень выгоден, так как он делает хищника практически невидимым и помогает успешно охотиться на свою добычу. В Индии существует мнение, что черные пантеры намного агрессивнее и опаснее, чем их традиционные пятнистые родственники. Они могут совершать набеги на деревне, где нападают на домашний скот и собак. Существуют также легенды, что в старые времена черная пантера неоднократно нападала на человека при случайной встрече в джунглях. Особенно если кошка голодная, то убежать или спрятаться на дереве от нее практически невозможно. В Африке тоже обитают леопарды, которые также как и азиатские братья постоянно конфликтуют со своими старшими родственниками, только с африканскими львами. Но на этом континенте черные леопарды встречаются очень редко. В 2019 году британскому фотографу дикой природы впервые почти за сто лет удалось сфотографировать черную пантеру в заповеднике Лакипиевкении. Ходили слухи и легенды среди местных жителей о этих редких больших кошках. Но их уже давно никто не видел вживую. Что интересно, в Африке обитает один из самых загадочных и удивительных представителей семейства кошачьих. Это сервал или кустарниковая кошка. Сервалы распространены на обширной территории африканского континента. Но именно в горных районах Эфиопии и Кении, где редкий черный леопард попал в объектив фотоловушки. Обитают абсолютно черные сервалы, которые составляют до половины всей популяции в этом регионе. Недалеко от Йоханнесбурга в Южной Африке, в частном заповеднике легендарного зоолога Кевина Ричардсона, также живут два редких черных леопарда. Кевин прославился тем, что научился общаться с большими дикими кошками, как с обычными домашними. Он совершенно без страха обнимает львов и леопардов. И при этом хищники воспринимают его как лучшего друга. За свою способность находить дружеские отношения с опасными животными, Ричардсон получил прозвище. Заклинатель львов. Аналогичная ситуация с черными пантерами и в новом свете. Черные ягуары встречаются крайне редко, так же как и черные леопарды в Африке. Ягуар очень мускулистая кошка. Внешне похожа на леопарда, но у нее более мощное строение тела, массивные лапы и могучая грудь. От леопарда отличается еще тем, что у ягуара розетки на шкуре имеют черное пятно в центре. А вот характеристики поведения этой дикой кошки очень похожи на тигра. Ягуар, так же как и азиатский старший брат, не боится воды и отлично плавает. Бесстрашно охотясь на аллигаторов и анаконд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ареал ягуара простирается от Центральной Америки и до Севера Аргентины. Но основная популяция обитает в тропических дождевых лесах Бразилии, где есть вероятность встретить черную особь. Когда-то давным-давно индейцы майя поклонялись этому хищнику, как символу власти богов. Было у них даже такое выражение. Расстили шкуру ягуара, и ты увидишь все звезды вселенной. Древние майя верили, что подобно ночному загадочному призраку, черный ягуар представляет божественное животное, по следам которого идет старая сказочная легенда. Половая зрелость у черных пантер наступает в 2-3 года. В теплом климате они размножаются практически круглый год, и все особи способны скрещиваться между собой, давая полноценное потомство. После зачатия самка начинает искать безопасное место для логова. При этом черных котят рождается, как правило, меньше, чем обычных. Потому что ген меланизма рецессивный, и чаще всего подавляется стандартными генами. Беременность длится около трех месяцев. В помете появляется не более 2-3 котят. В течение двух недель самка не отходит от детенышей и откармливает грудным молоком. А перед родами она делает стратегический запас еды, чтобы питаться в этот период. Как только котята наберутся сил, кошка начинает обучать их правилам выживания в дикой природе. А через год юные хищники покидают логово и начинают самостоятельную жизнь.